Почему врачи назвали зависимость от гаджетов опасной болезнью? Как ведёт себя новый вирус 21 века? Тебя ломает. И в этом смысле это очень похоже на употребление спиртных или наркотиков. Есть ли средства от этой заразы? И при чём здесь заговор производителей? Это было устроено специально, чтобы заставить людей покупать новые железки. Итальянец иранского происхождения Барнасени Хади вместе со своим приятелем Томасом Бронером при помощи кувалды и топора прилюдно разбил спорткар BMW M6 стоимостью 120 тысяч евро. Инцидент произошёл во Франкфурте на Майне, прямо перед входом на международный автосалон. Так Хади высказал своё недовольство немецким производителям. Элитная машина имеет, по его мнению, ряд технических проблем, включая вибрацию, шум в двигателе, а также сильный стук во время переключения передач. В мае похожую акцию провёл китайский владелец седана Мазератте Кватропорте, публично разбивший его в городе Цэндао перед входом в здание, где проводился местный автосалон. Хозяин автомобиля стоимостью 420 тысяч долларов заявил, что во время обслуживания на сервисе ему поставили бывшие в употреблении детали. При этом заставили заплатить как за новые запчасти. Эксперты выдвинули шокирующую гипотезу. Производители автомобилей, электронных устройств и других товаров намеренно сокращают срок службы изделий, чтобы вынудить нас бежать в магазин за новой покупкой. А маркетологи и продавцы делают всё, чтобы заставить нас покупать как можно больше ненужных вещей. Они вгоняют нас в психологическую зависимость и пытаются свести с ума. В Волгоградской области 16-летний подросток зарубил мать топором. Аргументировал это просто. Она не хотела ремонтировать компьютер. В Челябинской области школьник набросился с ножом на родителей, которые пытались запретить ему играть в онлайн игры. За компьютером мальчик проводил по 8 часов в день. А это, по мнению психологов, уже диагноз. В Башкирии 17-летний подросток провёл за игрой более 2000 часов. Он потерял сознание, играя в компьютерную игру, и скончался, не доехав до больницы. А вот и самый известный герой интернета Сашко. Без гаджета он просто не может жить. Учёные Королевского колледжа в Лондоне признали зависимость от гаджета в болезнью. Они ставят её в один ряд с алкоголизмом и наркоманией. А в Венгрии провели исследование и обнаружили у испытуемых посттравматический синдром, когда на время лишили их смартфонов. Приступ страха, который мы не можем контролировать из-за того, что у нас забрали гаджет. Это как минимум паническая атака, любое депрессивное расстройство, тревожность, в том числе и состояние угнетённости такое. То есть нам некуда себя деть. Четыре с половиной часа в день столько тратит сейчас в среднем владелец гаджета на проверку почты, звонков и социальные сети. Поэтому исследователи фиксируют ещё одно популярное расстройство – синдром фантомных сообщений, когда человеку всё время мерещится сигнал о новом СМС или сообщение в мессенджере. Есть определённая категория людей, предрасположенных к данной зависимости, так же, как и предрасположенных к алкоголю, к наркотикам, ну и другим видам зависимости. В Италии провели интересный эксперимент. 300 человек на 15 дней оставили без мобильной связи. Спокойно пережили потерю только 30%. Остальные ощущали острую нехватку телефона и чувствовали себя просто отвратительно. А 48% испытуемых признались, что без мобильного телефона у них пропал интерес к сексу. Психологи, проводившие эксперимент, отметили, что сознание таких людей находится в постоянной готовности отреагировать на новую информацию – СМС или Эмейл. В результате у человека снижается концентрация внимания, и он не может посвятить себя выполнению текущих задач. У нас начинается как минимум депрессивное состояние, а как максимум у нас начинает развиваться фатальная зависимость. То есть мы ничего не можем делать без того, чтобы он даже хотя бы просто рядом не лежал, потому что там все наши контакты, там вся наша жизнь – фотография, контакты, там какие-либо связи с людьми, которые находятся в других странах. Ученые сходятся во мнении, что СМС-мания опаснее компьютерной зависимости. Ведь мобильный телефон всегда с нами. Чтобы разорвать эту порочную связь, жительница США лично уничтожила телефоны своих детей, которые слишком много времени проводили в интернете. Таким образом, она решила вернуть их в реальную жизнь. Произнося обвинительную речь, мать собственноручно казнила останки высокотехнологичных гаджетов в присутствии своих детей. Психологи утверждают, что электронная переписка затягивает, как наркотик или алкоголь. По их подсчетам, только в Германии насчитывается 380 тысяч человек больных СМС-зависимости. Гаджет изначально и весь софт под гаджеты производится таким образом, чтобы вся твоя экосистема жизненная была завязана именно на нем, чтобы ты мог с него платить, чтобы ты с ним в нем мог общаться, чтобы ты в нем мог заводить отношения. То есть все привязано к одному гаджету. И поэтому ты без него не можешь никуда уже. Все, ты с ним. Некоторые случаи СМС-мании могут стать достоянием книги рекордов Геймаса. Так жительница Ливерпуля отправляла своим друзьям около тысячи СМС в месяц. Ее ежемесячные траты превышали 2000 долларов. А немецкий психотерапевт Альберт Харте приводил прямо-таки анекдотический случай. До обращения к нему муж посылал жене СМС-послание, сидя рядом на кухне. В зависимости от гаджетов даже накладывают такой отпечаток, что люди становятся там менее общительными, социофобия у них появляется. То есть им очень тяжелый. То есть им комфортно один на один вот в этом мире компьютеры, телефоны, игры. Исследования показали, что 62% людей, пользующихся мобильной связью, не могут отделаться от привычки постоянно проверять сообщения. Половина из них отвечает на входящие СМС сразу. А каждый пятый готов прервать совещание или важную встречу, чтобы написать ответное послание. Сегодня гаджеты казнят по всему миру. Американские родители объявили им реальную войну. Томми Джордана с Северной Каролиной обнаружил на странице дочери обвинение в их с женой адрес. Якобы родители принуждали ребенка к труду, заставляли бесплатно убираться в квартире. Американские психологи борются с новыми умственными расстройствами. Номофобия. Зависимость от смартфона и страх его утрака. В Штатах, где умные устройства есть у 90% населения, а первый гаджет ребенок получает уже в 10 лет, проблема приобретает по-настоящему угрожающий размах. Британский психолог Глен Уилсон из Института психиатрии Лондонского университета установил, что чрезмерные увлечения СМС-ками снижает коэффициент интеллекта на 10 пунктов. Однозначно использование мобильного телефона не может положительно влиять на мозговую деятельность, потому что мозг – это мышца, и тренировать эту мышцу необходимо через разные инструменты. Чтение художественной литературы для раскачки эмоционального интеллекта, чтение исторической литературы для работы с твоей эрудицией, изучение языков, что помогает работать активно нейронно мозга. Погоня за новыми технологиями может принять признаки одержимости. Термин «гаджетомания» появился осенью 2003 года после обычного маркетингового исследования, которое проводили для крупного японского производителя среди жителей шести европейских стран – Франции, Испании, Польши, Германии, Италии и Великобритании. Его целью было узнать, сколько людей собирается покупать DVD-плеер. Оказалось, что в среднем на каждого из опрошенных приходится пять гаджетов. Аналитики обратили внимание на мотивацию решения о покупке. Многие респонденты приобретают электронные устройства не из-за необходимостей или каких-то его уникальных функций. Главным стало влияние моды и желание выглядеть современными в глазах окружающих. 29 сентября в России стартовали продажи новых смартфонов одной из известных фирм. По этому случаю в ГУМе выстроилась целая очередь из желающих первыми купить популярный гаджет. А ведь его стоимость доходила до 80 тысяч рублей. У вас какой вообще айфон был подсчет? У меня после 60-го года, наверное, айфон 10 точно. Потому что у меня бывали айфоны, одна и та же модель, разных цветов за год. Ну, 3-4 точно бывало, конечно, такое. Если вы ищете ответы на вопросы, можно ли верить Нострадамусу и Ванге? Правда ли, что в астрологических прогнозах есть разумное зерно? И что нам обещают в будущем политические эксперты с очень хорошо развитой интуицией? Эта книга для вас. Тайны пророчеств и предсказаний. В ней ответ на вопрос, чему действительно можно доверять, а что является результатом околонаучного гадания по кофейной гуще. Книга написана на основе большого количества первоисточников. Все, что вы хотите узнать об этой книге, можно найти на сайте litres.ru. Зачем нас заставляют покупать ненужные вещи? Величивается вероятность того, что я уйду оттуда не с пустыми руками. Как нас ловят на рекламной трюк. Находиться в этом мире приятным иллюзией, грез, когда ведь самый успешный, самый лучший, самый быстрый. И кто обманывает нас каждый день? Заговор производителей – это, собственно говоря, свершившийся факт. Совместный проект телеканала РЕН-ТВ и благотворительного фонда «Ворлд Вита». Это Никита, ему 8 месяцев. У него врожденный гигантский пигментный невус, который может перерасти в рак кожи. Требуется срочное хирургическое вмешательство. Стоимость операции 2 миллиона 417 тысяч 560 рублей. Вы можете помочь Никите, отправив СМС с любой суммой на номер 8888. Также деньги можно перечислить на сайте ren.tv. Вместе мы справимся. Ради покупки модного электронного прибора женщины готовы экономить на косметике, а мужчины – урезать бюджет предстоящего отпуска. Многие даже близки к долги. В Красноярском крае приступ ярости охватил посетителя магазина цифровой техники. Мужчина ворвался в торговый зал с монтировкой в руках и не успокоился, пока не разбил все гаджеты, выставленные на витрине. 40-летний местный житель сначала не мог объяснить свой поступок, а потом признался – на отчаянный шаг пошел из-за обиды. В этом магазине он якобы купил планшет, но тот быстро сломался. А это видео уже из Франции. В Дижоне разъяренный мужчина ворвался в магазин известной фирмы и начал разбивать смартфоны железным шаром. Причина все та же. Психологи различают множество разновидностей аддиктивного поведения. Алкоголизм, наркоманию, переедание и голодание, трудоголизм и игромания. Тебя ломает. И в этом смысле это очень похоже на употребление спиртных или наркотиков. Гаджет, он изначально выстроен таким образом, чтобы вызвать максимальное привыкание. Гаджет-зависимые люди постоянно приобретают новые электронные устройства. Зачастую они весьма недешевы и совершенно бесполезны с практической точки зрения. Но покупка становится главной целью и стилем жизни. Формируется эмоциональная привязанность к неодушевленным предметам. В итоге устройство заменяет живых людей. Распорядок дна. Человек, который зависит от гаджетов, он найдет определенные структуры. Перед тем, как принять позавтракать, человек бросает все и в первую очередь начинает проверять страницы в социальной сети, проверять почту, проверять сообщения. Его меняется вообще структура дня. То есть он предпочитает определенное свое свободное время посвятить не семье, близким, каким-то другим интересам, а предпочитает погрузиться в виртуальный мир. Однако многие родители мириться с этим не согласны. На этом видео отец врывается в комнату сына и вырывает иксбокс у него из рук. Устройство летит в камин, но подросток его все же достал. В итоге глава семьи просто разбил гаджет о землю. Когда ребенка практически невозможно вывести из виртуального мира, родители идут на все. Здесь отец разбивает экран телевизора. А вот еще и еще. Оказывается, большинство руководителей Кремниевой долины контролирует время, которое их дети проводят у экранов компьютеров, смартфонов или планшетов. В семье Стивена Джобса существовал запрет на использование гаджетов по ночам и в выходные дни. Видимо, создатели электронных устройств знают что-то, чего не знают все остальные. Исследования показывают, что дети до 10 лет особенно восприимчивы к новым технологиям и подсаживаются на них, как на наркотики. Так что Стив Джобс был прав. Сегодня мода на IT-запреты проникает в американские дома все чаще и чаще. Некоторые родители запрещают детям пользоваться социальными сетями для подростков. Технологии воздействия на людей, на толпу, получили настолько большое развитие, что подключаясь каким-то образом к всемирной сети, либо вглядываясь внимательно в какое-то изображение, транслируемое по экрану, мы не можем быть совершенно спокойны в том, что в этот момент кто-то не управляет нашим сознанием, кто-то не внедряется в наш мозг и не производит незаметно для нас определенные изменения в нем, которые после того, как мы выйдем из сети или отключимся от гаджета, побудят нас к каким-то совершенно непредусмотренным нами действиям. Гаджет-зависимый человек буквально не может оторваться от любимого устройства. Он испытывает эйфорию и посвящает ему все больше и больше времени. Гормоны счастья – это очень интересная вещь. Их называют по-другому нейромедиаторы. Это то, без чего человек не может существовать. Ни один человек не может существовать. В этом смысле мы все наркоманы, потому что мы все нуждаемся в этих гормонах счастья. Однако, как и в случае приема алкоголя или наркотиков, по мере привыкания петля затягивается все туже. Посмотрите, что творится с американским подростком, стоило его только оторвать от компьютера. Всего лишь игра, объясняют родители. Но ребенок кричит так, будто в него вселился дьявол. Имеющиеся устройства быстро приедаются. А в отсутствие возможности регулярно приобретать новые, возникает ощущение пустоты. Развивается депрессия, возникают конфликты с друзьями и членами семьи. Начинаются проблемы на работе. Без погружения в этот виртуальный мир, человек уже теряет вот эту вот связь между реальным миром, своей жизнью, семьей, работой. И, конечно, ему комфортнее, приятнее. Как и любому зависимому находиться в этом мире приятным иллюзией, грез, когда это самый успешный, самый лучший, самый быстрый. Специалисты пришли к шокирующему выводу, что в настоящее время только в европейских странах гаджет зависимостью страдает как минимум несколько миллионов человек. А в России люди больны в первую очередь мобильным телефоном. Пользователи с большим стажем наверняка обращали внимание на то, что электронные устройства, а также бытовая техника становятся менее долговечными. Нередко поломка случается буквально через месяц по истечении гарантийного срока. А ремонт оказывается настолько дорогим, что купить новую вещь дешевле. Это выглядит странно, ведь технологии развиваются, а надежность техники только падает. Оказывается, в том, чтобы вещи служили владельцам недолго, заинтересованы производители. Производитель должен увеличивать количество транзакций с клиентом, потому что никому не хочется, чтобы ты купил этот продукт и больше никогда не возвращался. Поэтому обувь должна изнашиваться, майки должны рваться, зарядные устройства обязательно должны ломаться, и ломаться они должны каждый месяц, чтобы ты покупал новые. Это очень важная задача, потому что тогда они получают много чеков от одного и того же клиента, тем самым бизнес растет. Первый подтвержденный документально сговор производителей произошел почти 90 лет назад. В 1924 году был создан тайный картель, члены которого договорились об искусственном ограничении срока службы ламп накаливания, которые они выпускали. Передовые технологии того времени позволяли создавать лампочки со сроком службы 2500 часов. Однако ресурс продукции не должен был превышать 1 тысячи. План сработал, продажи ламп накаливания значительно увеличились, а прибыль членов картеля возросла. Ситуация с тех пор не изменилась. Мы по-прежнему вынуждены регулярно менять лампочки. А ведь еще полвека назад была изобретена конструкция лампы накаливания, способной работать несколько десятков лет, то есть больше 100 тысяч часов. Доказательство тому – столетняя лампа. Это лампочка накаливания, которая уже 115 лет горит в одной из пожарных частей города Ливермор в штате Калифорния. Сегодня на нее может посмотреть любой желающий. В интернет транслируется изображение с веб-камеры, которая обновляется каждые 30 секунд. На сегодняшний момент у нас действует идеология беспредельного рынка, а на рынке считается главным правилом, когда цель – оправдывать средства, цель – максимальное получение выгоды, и в данном случае любые средства хороши, в том числе и применение технологий управляемого разрушения товара с целью побуждения вас купить новый товар. Столетнюю лампу часто приводят в доказательство существования секретной бизнес-стратегии, известной как запланированное устаревание. Исследователи считают, ничто не мешает производить изделия со сроком службы в несколько десятков лет. Но компаниям это невыгодно, поэтому они искусственно сокращают ресурс своей продукции. Ведь еще на стадии проектирования можно довольно точно запрограммировать срок службы вещи. Заговор производителей – это, собственно говоря, свершившийся факт. На сегодняшний момент, покупая какую-либо вещь, обратите внимание на гарантийные сроки, которые производители пишут в сопроводительных документах. Как правило, эти гарантийные сроки и являются тем расчетным сроком, через который ваша техника начнет потихонечку выходить из строя, и вы будете вынуждены приобретать продукт более новый, а зачастую и более дорогой. Простой пример. Компания оснащает картриджи для струйных принтеров чипом, в котором хранится информация о расходе чернил. В процессе печати в чип записывается информация о количестве импульсов, которые считывает счетчик. В какой-то момент принтер начинает сигнализировать о том, что чернила закончились, а значит, картридж необходимо заменить. Как установили энтузиасты, вскрывавшие пустые картриджи, количество оставшихся чернил доходило до 30% от первоначального объема. Таким образом, пользователи вынуждают в буквальном смысле выбрасывать собственные деньги. Сейчас на Викиликсе документы опубликованы, что это было устроено специально, чтобы заставить людей покупать новые железки. Смена поколений смартфонов и планшетов происходит чуть ли не ежегодно. И даже модели всего лишь двухлетней давности уже выглядят безнадежно устаревшими. Я не могу сказать, что производители не стремятся подсадить нас на некие улучшенные гаджеты. Да, естественно, стремятся. Хотя очень многие вуалируют это тем, что он же лучше, потому что там много каких-то функций лучше, они удобнее, они улучшают качество жизни и так далее. И тем не менее, это всё равно коммерция. И, естественно, производители стремятся. Есть такая цель – подсадить человека на определённый свой своего уровня гаджет. Это такая система, которая никогда не закончится. Если вы хотите знать, как питались наши предки, почему не жарили, а непременно запекали, что добавляли в пищу, чтобы родить мальчика, на чём настаивали крепкое, сколько выпивали и чем закусывали – это книга для вас. Кухня древних богов. В ней старинные рецепты блюд, подробные описания уже неизвестных нам продуктов, а ещё воспоминания людей, знающих, как без холодильников, микроволновок и усилителей вкуса в далёкие времена люди готовили, еле да нахваливали. Более подробную информацию на эту тему можно получить здесь. Почему мы покупаем откровенную ложь? А есть ли случаи, когда рекламщики не искажают информацию о своём товаре? Как магазины делают из нас зомби? Это подаёт сигнал твоему мозгу, что вот что-то хорошее. Кожа, кожа, одежда кожаная, приятный запах кожи. И куда ведут следы торгового заговора? Все эти топовые бренды сотрудничают со спецслужбами США? Широкие возможности для бизнеса таит в себе обыкновенная пластмасса, которую используют при создании корпусов мобильных устрасть. Достаточно сделать панели немного более хрупкими, и они будут трескаться при падении аппарата даже с небольшой высоты. Можно сделать материал очень марким. Корпуса с гладкой поверхностью, которые вошли в моду несколько лет назад, отлично смотрятся на витрине. Однако быстро теряют свой лоск, покрываются царапинами и потертостями. Это стимулирует владельцев поскорее приобрести новую модель. Рынки сбыта уже заканчиваются. У все меньше и меньше людей, которым можно это продать. И вот то, что идет чехарда, быстрая смена моделей вот этих устройств, как часто раньше выходили новые модели топовых гаджетов, да, и как сейчас. Сейчас они выходят чуть ли не каждые полгода. Ну, в среднем раз в год точно. Большинство гаджетов меньше, чем через год, отправляется на свалку. ООН признала Китай не только главным производителем электронной продукции, но и крупнейшей в мире свалкой для электроники. В китайские провинции сваливается абсолютно вся отработанная техника. От телевизоров и холодильников до кондиционеров, старых компьютеров и смартфонов. Причем 70% мирового электронного мусора попадает в Поднебесную нелегальным путем. И это еще не все. Как в очередной раз заявил Эдвард Сноуден, британский центр правительственной связи превратил наши гаджеты в средства слежки за нами же. Современные мобильные телефоны можно включить без нашего ведома. Они могут все слышать, читать, опознавать, фотографировать и, конечно, нас видеть. Через Викиликс была же серия скандальных публикаций про то, что все эти топовые бренды сотрудничают со спецслужбами США, а их в США то ли 15, то ли 16 спецслужб, больше, чем брендов. И куда ваша информация уходит, это тогда еще конспирологи говорили, вы типа с этими гаджетами осторожнее, кто знает, куда все идут. Ну, на них там накатывали, говорили, да вы идиоты, да никуда это не уходит. Сейчас выяснилось, что уходит. Причем известно куда. Кстати, главный разоблачитель шпионов разработал свой чехол для смартфонов. Он должен защитить телефон от непреднамеренной передачи данных, а еще заблокировать GPS-сигнал и помочь избежать слежки. Психологические трюки, которые лежат в основе рекламы и маркетинга, не что иное, как искусное манипулирование нашим сознанием. Каждый из нас ходит в супермаркет за молоком и хлебом. И каждый хоть раз возвращался с пакетами всякой всячины, без которой можно было бы обойтись. Почему так происходит? Рекламу крутят по радио и ТВ, печатают в газетах и журналах, размещают на улице и в магазинах. Она проникает в нашу личную жизнь через почтовый ящик, интернет и телефон, заставляя нас покупать все больше и больше. Реклама – это когда некто успешный, красивый, здоровый человек говорит о том, что он успешный, красивый, здоровый, потому что у него есть гаджет, да? И что происходит на уровне психологии? Я тоже хочу быть успешным, здоровым, красивым, и для того, чтобы мне этим быть, мне нужно иметь вот этот вот гаджет. То есть, по сути, нас вовлекает в некую информационную зависимость и игру. То есть, будет у тебя счастье, если будет у тебя вот эта вот какая-то вещь. Покупатель, увидев товар со скидкой в 50%, сразу хочет его приобрести, даже не задумываясь над тем, зачем он вообще ему нужен. Все, даже миллиардеры, обожают скидки. Психологи вывели закономерность. Уже через 21 день после очередного знакомства с новым роликом или пиар-статьей, наше подсознание считает представленный товар своей неотъемлемой частью. Если это товар бытового использования, который мы, в принципе, можем использовать каждый день, то мы подсаживаемся на него буквально через 7 дней. То есть, мозгу нужно 7 дней для того, чтобы, ну, как бы, примерно 7 дней для того, чтобы понять, что я хочу это иметь всегда. Мы так устроены. Исследования показывают, американцы на ненужные вещи тратят до трети своего месячного дохода, а россияне – до 5000 рублей. Рекламщики умалчивают или искажают информацию, как правило, для того, чтобы эта ложь заставила нас совершить покупку. Масло рафинированное, подсолнечное, без холестерина. Как, постоянно слыша о страшнейшем вреде холестерина для организма человека, не выложить деньги за этот чудо-продукт? Дело в том, что холестерин содержится исключительно в жирах животного происхождения. Его нет и не может быть ни в подсолнечном, ни в оливковом, ни в кукурузном, ни в любом другом растительном масле. Но об этом потребитель не знает. Правильнее было бы поставить вопрос, а есть ли случаи, когда рекламщики не искажают информацию о своем товаре? Почему? Потому что легче эти случаи действительно привести, чем ответить на вопрос, искажают или нет. Не просто искажают. Творчество рекламщиков, оно в целом основано на обмане. Ученые утверждают, что люди подсознательно тянутся к младенцам и по-детски милым зверькам. Мы запрограммированы на симпатию к существам большой головой и глазами. Недавние исследования показали, что мужчины с котами выглядят более утонченными, стильными и активными. А собаки придают женщинам мужественность, характер и уверенность. Правильный выбор животного увеличит продажи. Британский производитель молока пытался рекламировать свой продукт с помощью людей, пиратов, кукол, анимированных коров. Но успех пришел к компании, когда в ролике задействовали котов. Продажи после рекламы увеличились на 8%. Автомобильный гигант выпустил ролик, в котором машину под классическую музыку рекламирует ленивый кот. 2014 год компания завершила с рекордным показателем проданных автомобилей, увеличив продажи почти на 13%. Мы ежедневно испытываем на себе результат работы маркетологов. Вся их деятельность направлена на то, чтобы заставить нас купить больше и дороже, чем мы планировали. Психологические приемы, которые они используют, заставляют нас испытывать чувство нехватки чего-либо. Мы отчаянно желаем приобрести даже ненужные нам вещи. Вы смотрите телевизор, вы увидели этот продукт. Вы зашли в интернет, вы увидели этот продукт. Вы едете по машине, вы увидели билборд с этим продуктом. А потом, когда вы приехали, вам на работе кто-то еще и порекомендовал этот продукт. Или вам порекомендовал этот продукт агент влияния в Инстаграме или блогер, на которого вы подписаны. В этом случае можно добиться очень быстрого поглощения клиента, очень быстрой продажи этого продукта клиенту. А теперь информация для моих постоянных зрителей в Краснодаре. Дорогие друзья, 28 апреля в вашем замечательном городе у нас с вами творческая встреча. Расскажу о новых расследованиях военной тайны и о самых шокирующих гипотезах. О невероятных открытиях и грандиозных заблуждениях. Поговорим о прошлом, о настоящем, о будущем. Послушаю вас, отвечу на ваши вопросы. А еще я покажу, что новенького в этом году приготовил для вас канал РЕН-ТВ. Расскажу, какое кино сейчас снимаем, какие программы готовим, какие мировые блокбастеры и сериалы уже едут к нам из ведущих кинокомпаний мира. Билеты на сайте kassir.ru и в кассах филармонии. Итак, 28 апреля в 19 часов встречаемся в Краснодарской филармонии. Приходите, будет интересно. На этот вечер не планируйте ничего важного. Кому нужны духи с запахом мяса? Тебе хочется вот сейчас вот это съесть. Кто делает из нас ненормальных шопоголиков? Мы с вами покупаем лактори жизни, который несет в себе этот аромат именно этого бренда. И когда мы перестанем покупать ненужные вещи? Человек начинает испытывать практически физиологическое страдание. Основательница корпорации красоты Эста Лаудер когда-то была неудачницей. Ее духи совершенно не пользовались спросом, пока она не придумала маркетинговый ход. Эста зашла в один из самых дорогих парфюмерных магазинов и якобы нечаянно разбила флакон со своими духами. Посетительницы заинтересовались новым ароматом, и магазин заключил с ней контракт. Когда производители шипучих таблеток в рекламе стали бросать в стакан с водой сразу две штуки, продажи увеличились ровно вдвое. А вот производители зубной пасты просто увеличили отверстие в тюбике. Потребители стали выдавливать больше пасты. Значит, и заканчивалась она гораздо быстрее. Удивительно. От музыки и освещения зависит, сколько денег потратит покупатель в магазине. Классическая музыка заставляет выбирать дорогие товары. Вы никогда не услышите группу «Ласковый май» в торговом центре. Вы не услышите шансон. Вы услышите очень веселые, приятные. В некоторых магазинах молодежные треки, в некоторых магазинах спокойные треки из формата релакса, если это лакс, эти магазины дорогие, которые, безусловно, влияют на вашу покупательскую активность. И я обращаю внимание на то, что попадаю в какой-то магазин, где играет мелодия, которая мне нравится. Мне хочется больше времени проводить в этом магазине. А если я нахожусь там больше времени, значит, увеличивается вероятность того, что я уйду оттуда не с пустыми руками. Цветовая гамма также имеет огромное значение. Если вы видите красный ценник, помните, продавец пытается внушить вашему мозгу, эту вещь обязательно нужно купить. Запахи в магазинах тоже очень важны. Там, где продают шоколад или кофе, воздух должен быть просто пропитан кофейными и шоколадными ароматами. Ну вот, допустим, ты голодный, ты приходишь в булочную, где используют некие там ароматерапии, да, ароматизаторы вкусовые, и тебе хочется вот сейчас вот это съесть. То есть я вот больше подвержена таким вещам, чем каким-то там вещам, гаджетам и так далее. Но, тем не менее, да, это присутствует, мне кажется, в жизни каждого человека. В магазине, где продаются сумки и обувь, должно пахнуть кожей. Такой аромат у нас вызывает ассоциацию с качеством, богатством. Поэтому в бутиках часто используют синтетический спрей, который имеет интенсивный кожный запах. И тебе начинает казаться, что все эти вещи кожаные. А они вообще могут быть сделаны из кожезаменителя. Потому что это подает сигнал твоему мозгу, что вот что-то хорошее, кожа, кожа, одежда кожаная, приятный запах кожи, или там вообще может быть материя. Но мозг сигнал получает, что-то хорошее, что-то дорогое, что-то хорошее. Родители всегда купят то, что выберут дети. Такую закономерность выявил исследователь Пака Уэндерхи. Главный секрет – все должно лежать в зоне досягаемости ребенка. Когда в магазине перенесли хлопья для завтрака и корм для собак на нижние полки, продажи сразу увеличились. И только попробуйте не купить то, что положил в корзину ваш ребенок. Самые дешевые, например, товары, которые просто хочется взять с собой и купить, находятся у кассы. Самые дорогие товары находятся в тех местах в магазине, которые по картам. В магазине же изучают карты, где находятся самые лучшие места для полок, потому что там находится максимальный трафик внутри этого магазина. То есть есть трафик на улицах, например, на Тверской большой трафик. А есть в конкретном магазине, в конкретном перекрестке, есть конкретное место агрегации максимального трафика, где больше всего людей внутри магазина проходит. И там обычно полки самые дорогие, там обычно тяжелее всего встать. Продукцию, которую нужно продать в первую очередь, обычно размещают так, чтобы вы могли дотянуться до нее и потрогать. Как только мы берем что-то в руки, мозг начинает считать это нашей собственностью. Кстати, газировку в России первым прорекламировал Никита Хрущев. В 1959 году на американской национальной выставке в Москве вице-президент США Ричард Никсон предложил Никите Хрущеву напиток на пробу. Снимок, на котором советский лидер держит в руках стаканчик с газировкой, долго не сходил со страниц газет и рекламных журналов. Самым известным человеком, который мог продать кому угодно что угодно, до сих пор считается Джордан Белфорд. Он написал о своей жизни две книги, а сейчас успешно учит других тому, что лучше всего умеет сам – продавать. Одни специалисты называют шопоманию психологическим расстройством, другие – болезнью, третьи – разновидностью наркотической зависимости. Шопомания не менее серьезна, чем курение и алкоголизм. Известны случаи, когда люди не могли перестать делать покупки и из-за накопившихся долгов кончали жизнь самоубийством. Покупать – это тоже привычка. Когда ты покупаешь, ты привыкаешь к тому, что ты постоянно покупаешь, и ты получаешь, у тебя мозг вырабатывает определенные гормоны, тело вырабатывает определенные гормоны счастья. Благодаря тому, что ты купил какую-то одежду, ты привыкаешь к этому, особенно для женщин это опасно, и для мужчин это опасно, которые спонсируют эти покупки. И ты становишься шопоголиком, потому что ты испытываешь потребность вот в этом гормоне счастья, у тебя нет замены этому гормону счастья. Женщины страдают шопоманией чаще, чем мужчины. Психологи объясняют это особенностью высшей мозговой деятельности. У женщин правое полушарие ответственное за чувства и эмоции доминируют постоянно, поэтому они легче попадают в расставленные сети. Товары для женщин и девочек стоят на 7% дороже, чем аналогичные товары для мужчин и мальчиков, несмотря на то, что они практически идентичны и отличаются разве что цветом. Эту наценку называют розовым налогом. Почувствуйте разницу. 26 рублей и 32 рубля. Это почти четверть стоимости. Мужчины и женщины – это, безусловно, разные потребители, и когда маркетологи выводят свой продукт, они твердо должны понимать, на кого они работают, на мужчин или на женщин. Кто их целевая аудитория сбыта – мужчины или женщины. Это разный дизайн, это разная подача, это разная продажа, это разные ценности, это все разное. Если женщины-шипоголики чаще всего предпочитают покупки, связанные с внешним видом – платья, туфли, косметика, драгоценности, то сильный пол приобретает вещи, которые считаются символом власти и престижа. Сотовые телефоны, компьютеры, спортивные тренажеры или автомобиль. Нередко таким образом мужчина пытается купить то, чего ему недостает в самом себе, например, уверенности. Что мы покупаем? Мы с вами покупаем невероятную рекламную кампанию. Мы с вами покупаем красивых женщин, которые лежат на пляже с этим мужчиной, который находится вот в этой майке. Мы с вами покупаем или в этих очках. Мы с вами покупаем лакшери-жизнь, которую несет в себе этот аромат именно этого бренда. Страсть к магазинам не чужда многим звездам. Американская актриса Линдсей Лохан – рекордсменка по шоппингу. Потратить порядка 20 тысяч долларов менее чем за полчаса для нее норма. Канадская певица Селин Дион пошла еще дальше. Если у предыдущей героини насчитывается всего 300 пар обуви, то у Дион – 3000. Бывшая жена Тома Круза, американская актриса Кэти Холмс, тоже не любит экономить. Балует обновками Холмс не только себя, но и 9-летнюю дочь Сури, которая входит в список самых модных детей планеты. Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» – настоящий шопоголик. И именно эта роль Сары Джессики Паркер заставила звезду тоже стать любительницей обновок. Кстати, она имеет диагноз – шопоголизм, подтвержденный врачами. В современном обществе только треть от всех производимых товаров предназначена для удовлетворения жизненно важных потребностей людей. Остальные относятся к необязательной группе. Это новые модные модели мобильных телефонов, глянцевые журналы, супер-овощерезки, сжигатели жира и тому подобное. Как и в случаях с алкоголем, наркотиками, азартными играми, при увлечении шоппингом может развиться болезненная зависимость – онеомания. Различного рода мании связаны с изменением гормонального уровня человека, повышением в нём воздействия определённых гормонов. Отняв игрушку у человека, отняв этот гаджет, тело человека, его физиологическая эндокринная система начинает реагировать таким образом, что человек начинает испытывать практически физиологическое страдание. Немецкий психиатр Эмиль Крепелин совместно со швейцарским психиатром Эйгеном Брейлером идентифицировали первые признаки онеомании ещё в конце 19 века. Эмиль Золя в романе «Дамское счастье» в 1883 году описал, как героиня разоряет своего мужа походами по женским магазинам. Примерно 90% онеоманов – женщины, скупающие огромное количество ненужной косметики, украшений, одежды и обуви. По мнению медиков, безрассудной зависимостью от шоппинга сегодня страдает до 10% населения планеты. В Англии, например, насчитывается около 700 тысяч шопоголиков. В Соединённых Штатах – 55 миллионов человек. Безобидный, на первый взгляд, шоппинг, оказывается, приводит к фатальным последствиям. Так, в 90-х годах в США во время сезонных распродаж происходили массовые беспорядки, во время которых в толпе погибло несколько десятков человек. Обезумевшие шопоголики бежали за вещами буквально по телам. Их волновала только одна навязчивая идея – во что бы то ни стало купить товар со скидкой. Утрата контроля, да, это, наверное, один из таких ключевых признаков любой зависимости касаемо алкоголя и гаджета, да, когда он пренебрегает какими-то другими вещами, да, то есть если, например, взять покупку тех же гаджетов, когда он может без него обойтись, но он идёт, берёт кредит, которому будет тяжело выплачивать ради достижения этой цели, да, наверное, это можно говорить о том, что это уже идёт отклонение от нормы. Газетный магнат Уильям Хёрст покупал что-либо совершенно ненужное, если бывал расстрой. Однажды, пребывая в плохом настроении, он приобрёл в Сеговии испанский монастырь X века за 40 тысяч долларов. Монастырь, чтобы доставить покупателю, разобрали до основания, пронумеровав каждый камень. Затем проложили специальный рельсовый путь в 25 миль, чтобы перевести камни до ближайшей железной дороги и построили специальную лесопилку, чтобы сделать 10 700 упаковочных ящиков. В большинстве случаев униоманы приобретают ненужные вещи. Однако состояние эйфории быстро исчезает, а внутренний дискомфорт появляется снова. Это приводит к психическим расстройствам, суицидам и уголовным преступлениям. Менеджер социальной службы Люси Дэвис из Великобритании умудрилась потратить больше 100 тысяч фунтов стерлингов казённых денег, за что и была посажена в тюрьму на три года. А жительница северного Лондона Ро Стэнхаус поставила рекорд для шопоголиков. За семь лет прогрессирующей о нём мании она ухитрилась истратить более полумиллиона фунтов стерлингов. Современный человек постоянно и необузданно покупает. Эта зависимость стала болезнью всей планеты. Мы просто теряем рассудок, если не можем приобрести очередную ненужную вещь. Найдёт ли человечество от этого противоядие, чтобы окончательно не сойти с ума? А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам всё великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00.